Каким образом в шариатском государстве будет сменяться глава, если по шариату нельзя выходить против правителя, даже если он преребодей? Он за ним говорил, что это не уводит из излама правителя, просто грех. Ты знаешь, если бы я жил в государстве... Если ты станешь президентом, власть тебя поменяет, ты тоже станешь диктатором, как Кадыров. Ты знаешь, на самом деле, каждый, конечно, может говорить, нет, я не такой, я таким не стану и так далее. Но правда в том, что власть действительно может людей совратить, деньги людей меняют, совращают. Поэтому такая опасность на самом деле есть. И поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы никто никогда у нас не был наделен безграничной, неограниченной, никакими сроками, никакими издержками властью. Но это основа, которая сдерживает от того, чтобы люди не стали диктаторами, тиранами, не стали творить беспредел. То есть вот эта защита от этого, это возможность, если человек стал таким, вот власть его поменяла, чтобы его можно было остановить, чтобы его можно было поменять в конце концов. Вот эти процедуры импичмента, для чего они нужны? Чтобы люди не творили беспредел. И чтобы сам обладающий властью человек понимал, что он не может творить все, что захочет. Как только он начнет что-то такое делать, его сразу сместят. Вот эти вот системы сдержек и противовесов, они поэтому очень важны. Когда-то во времена праведного халифата, кто-то может сказать, власть не ограничивалась там ни сроками и так далее. И это будет правда. Но правда в том, что эти халифы, эти четыре праведных халифа, у нас никогда больше в истории досудного дня, кроме как появление Махди, и то его нельзя с ними сравнить. Его мы, наверное, исключим, но далее у нас никогда не будет никого, кто был бы таким же благочестивым, боящимся Всевышнего Аллаха человеком, о котором не нужно было бы переживать, что у него кукуха не слетит от власти, понимаете? Поэтому мы должны об этом позаботиться. Мы не можем вот так вот довериться, сказать, что ага, вот у нас человек пришел, он будет таким же, как Абу Бакар Садик или там Омар бин Аль-Хаттаб. Да будет довольным им Всевышний Аллах. Никогда уже не будет никто. Не будет. Там не нужно было переживать о том, что они будут творить беспредел, потому что они были настолько благочестивыми, они настолько боялись Всевышнего Аллаха, что они бы не позволили себе это. Поэтому никто и не переживал об этом. Но мы с вами должны об этом переживать. Поэтому надо для себя сразу определить, что никто не должен быть наделенным такой неограниченной властью. Каким образом в шариатском государстве будет сменяться глава, если по шариату нельзя выходить против правителя, даже если он прелюбодей? Он за ним говорил, что это не уводит из излама правителя просто грех. Ты знаешь, если бы я жил в государстве, где правитель был бы прелюбодей, меня бы, наверное, это меньше всего в моей жизни беспокоило бы, что он там где-то прелюбодействовал. К сожалению, мы живем в такое время, когда это наименьшая проблема. Возможно, знаете, когда-то правители были настолько благочестивыми, что подобное являлось основанием для того, чтобы ставить вопрос даже о его смене, возможно, у Аллахана. Но меня это сейчас меньше всего волнует, потому что это никак меня не касается лично. Ни меня, ни людей, живущих там под властью таких людей. А вот когда эти люди судят несправедливо, используют законы несправедливо, то есть, либо обходятся эти законы, либо эти законы в отношении меня действуют, а в отношении родственников этого людей из правительства не действуют, понимаешь? То есть, вот такие моменты беспокоят людей, а не то, что он там прелюбодействует, он наркотиками там балуется или, я не знаю, еще что-то. Это вещи, которые между ним и Всевышним Аллахом, они никак не касаются людей. Но когда он начинает именно в отношении людей быть несправедливым, то это нас всех касается. Поэтому, смотри, я не из этой категории людей, там, правитель, вот мы поставили его как столб, и все, он там до смерти. Нет, избирательное право, значит, избирается на определенный срок, срок прошел обратно, происходит, либо он продлевает, продлеваются его полномочия, опять-таки, на определенный срок, либо он, значит, сменяется, чтобы именно таким образом было. Там, если кто-то против всеобщих выборов, пусть это делает парламент, который будет избираться, опять-таки, всеобщим голосованием. То есть, это уже такие моменты решаемые. Но избрали, и до смерти он там где-то сидит, и никто его не может оттуда сбросить. Это модель, которая стопроцентно нерабочая. Сто процентов. На этом мы уже убедились на протяжении огромной истории, что это нерабочая модель. Нет у нас, к сожалению, уже не будет ни Абубакров, ни Умаров, ни Усманов Али. Будет доволен им имя всеми Всевышний Аллах. Уже никогда их не будет. Поэтому самый лучший из тех, кто сегодня может быть, не стоит и пыли этих халифов праведных. Правильно? Соответственно, он будет допускать несправедливость. То есть, мы должны это все понимать. Над ним всегда должна быть для него вот эта вот опасность, что если он начнет беспределить, его сместят, скинут. Пройдет срок, он не сможет переизбраться. То есть, нам надо идти к тому, чтобы у нас не было вот этих вот монархов, людей, для которых власть это что-то такое, то, чем их наделил Всевышний Аллах, Господь Миров. Понимаете? Когда вот этот монарх сидит, он такой всемогущий в рамках своей территории, там, власти, он вершит судьбы. Нет, он должен быть служащим для этих людей, для тех людей, которые находятся под его властью. Этот человек должен бояться Всевышнего Аллаха и делать все необходимое для того, чтобы люди, находящиеся под его властью, жили хорошо, чтобы уровень жизни у этих людей всегда рос, чтобы их уровень богобоязненности рос, чтобы разврат не возрастал. Короче, все, что подразумевается под правлением мусульманина, он должен это делать, боясь Всевышнего Аллаха, что если он не будет справедливым, допустим, то его накажет Господь Миров. Но мы с вами должны понимать, что если он не боится Всевышнего, то у нас не должно быть так, но не боится он Всевышнего, ну все, что поделаешь, теперь мы будем терпеть его, пока, значит, смерть не настигнет его, и тогда, может быть, появится другой, кто будет более-менее хорошим. Вот у нас этого быть не должно. У нас должно быть, боится он Всевышнего Аллаха, и этот страх перед Господом заставляет его быть правдивым, справедливым, то это хорошо. Но если он не боится, если он не боится Всевышнего Аллаха, то у нас здесь тоже есть механизмы, боясь которых он будет справедливым, точнее, он не будет совершать несправедливость, потому что эти механизмы будут на него давлять. Либо если он и это его не останавливает, и страх перед Господом его не останавливает, то в этом случае у нас есть механизм, который поможет нам его сместить. В крайнем случае мы просто, как это делают в Соединенных Штатах Америки, там, европейских странах, мы просто дождемся окончания его срока и выберем себе другого. Субтитры создавал DimaTorzok